Всем доброе утро! У меня ребенок тут завтрак приготовил. А почему сосиски? Только две мышки. Или там больше нет? Там больше нет. А, ну сейчас мы с тобой сыр порежем. Давай, давай помогу. Давай я тогда буду держать чайник, чтобы большая работа была. Эээ, а здесь только сахар. Ну здесь только сахар, а в твоей чашке еще покинем. А, понятно. Давай тогда я хотя бы буду держать. Не надо, мышка, а то сейчас тебе пальцы обварю еще, ты чего не нужно. Так. Остальное водичкой можно долить, да? Угу. Сейчас я вместе сидю. Мы вчера Машу подстригли, смотрите. Коротко, как я хотела. Ну да, ну не так уж и коротко, но да, мы вчера отстригли где-то вот столько они у нее до пояса были. Они уже и мешались, и все. Так что решили подровнять. Химичи тут, химичишь тут. Мам, кстати, покажи наши кристаллики, которые мы сделали, но они до сих пор не высохли. А, да, у нас вчера то, что мы делали, мы их, короче, решили положить в морозилку. Сейчас покажу. Может они там уже замерзли? Не знаю. Вот эти сахарные кристаллы. Попробуй, замерзли ли они? Ну они твердые уже. Твердые? А не твердые. Попробуем выдавить их оттуда. Давай, давай. Давай, сейчас. Только не в руки мне. Ну, понятное дело, что не в руки тебе. Ладно. Сейчас посмотрим, вдруг повезет. А я не делаю. Может повезет, а может нет. Мне кажется, верится. А мне кажется, нет. Нет, еще рама. Вот, приоткрывается эти же. Да, только верный слой засол. Да, надо их обратно ставить, просто и замерзает дальше. Мам, почему унижается? Почему у них дно не замерзает? Не знаю. Давай их на подольше оставим. Так. Сосиски просто какие-то, они не сморщенные, поэтому я у тебя решила спросить, что сейчас с сосисками? Сосиски нормальные, только их нужно сначала пожарить или сварить. Так, давай ты закончишь пока с чаем, а я с сосисками, ладно? Угу. Сейчас мне нужна здесь мусорка. Так, я себе недавно купила новую тушь. Опять у меня Vivienne Sabo Cabaret. Это только Cabaret Premier. А то у меня часто спрашивают, какой тушью я пользуюсь. Вот такой. Она очень классная. Так, мы сейчас с Машкой собираемся в очередной музей. Это будет, я надеюсь, мы попадем в музей игровых автоматов. Советских игровых автоматов. Вот так. Сейчас надо будет накраситься немножко, привести себя в порядок. А ты такая страшненькая. Так, все. Мам, расскажи, что она красавица. Она красавица. С губами накрашена. С губами накрашена. Чем ты ей губ прикрасишь? Маленькая. А, ничего себе. Поцелуй папу. Это наша зверушка-путешественница, так сказать. Потому что по Олимпиаде, парке, музею, усадьбе обязательно требуется одна и та же игрушка на весь сезон, с которой ребенок будет фотографироваться в новом музее. Но это сделано, видимо, для того, чтобы с прошлых сезонов люди не копировали ответы. То, что много где нужно фотографироваться, особенно на титуле перед входом, чтобы было видно, что ты в этом музее был, например, там с табличкой, еще с чем-то, с картой. Без разницы, где будет написано, что да, действительно, это этот музей. Вот. И, да, бери ее с собой, не забудь самое главное, а то наша с тобой поездка не зачтется в парке-музее. Мам, знаешь, чем я ее еще побрызгала? Чем? Я ее побрызгала двумя спрэмами. Духами, что ли? Нет. Духи пока нет, но собираюсь. Я ее побрызгала блестя... блестящим таким? Угу. Называется как большая. Угу. Блестящая вот челка, видишь? Так, это еще чем? Блестящий бутылок. А еще легким расчесыванием я ей на кудряшке побрызгаю, потому что они никак не расчесываются. Понятно, молодец. Так, сейчас я соберусь. Самая любимая шапкин с меня. Конечно, она у тебя классная, очень красивая. Угу, розовая самое главное. Да. К вопросу о том, в какой салон я хожу делать брови. Ни в какой. Я их сама подкрашиваю просто обычными тенями. Теперь гель для бровей. Чтобы все это у меня не спадало никуда. Чтобы все держалось ровно. Он у меня уже заканчивается, надо новый купить. А мне все лень дойти до магнит-косметик. Он у нас не близко находится совсем. Все, супер. Чуть-чуть. Так, теньки. Теньки, 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 теньки. Теньки. Сейчас пользуюсь другими тенями. Сейчас покажу. А где они у меня? Вот они. На самом деле, такие уже тени. Им уже сто лет в обед. Это Биу. Такие серо-бежевые. Бежевые, короче говоря. Но они мне очень нравятся. Они мне нравятся, как лежат потом на рейке. Их почти не видно, но они немножечко стальной отблеск такой дают. Классный. Мне нравится стальной отблеск. Как будто бы переливается. Так, есть. Теперь темными черными тенями из палетки Мейбеля делаю стрелочки над ресницами. Мне нравятся. Они лучше так растушевываются. Очень аккуратно смотрятся. Чуть-чуть. У меня маленькая кисточка неудобная. Я ее все никак не куплю себе нормальную на длинные ножки. Можно. Вберем. Так. А потом беру и растираю эту стрелочку пальчиками. Все. Чудно. Теперь тушь. И карандаш для губ. Он у меня вместо помады. Дело в том, что мне не нравится, как ложится помада. Помада ложится обязательно слишком много, слишком жирно. Чтобы ее немножечко убавить, нужно ее промакивать. Короче, это не очень удобно. Я лучше сделаю карандашом. Он и держится даже лучше. Меня спрашивают часто, не хочу ли я нарастить ресницы. Нет, не хочу, ребят. Потому что мне очень не понравилось, как я их потом восстанавливала, после того, как они у меня все облетели. Вот. Ну и плюс я сплю лицом в подушку. Они мнутся мои даже собственные, не говоря уже о тех, об искусственных, наращенных. Наращенных. На кладных. Наращенных, да. Все, хорош. Сейчас века только вытру, где я наляпала. А ты будешь дыхать? Конечно. Ты как раз у тебя дыхать? У меня есть теперь великое множество. Хочешь у тебя свои дам с цветочками? Не надо, у меня есть свои. Ты лучше тоже надушись, если хочешь. Только не сильно, ладно? Чтобы потом все люди не сбежали вокруг тебя. Угу. Давай. Просьба какая? Просьба на меня просто один раз. Сейчас, секунду, я тогда доделаю, ладно? Угу. Я пока разбрызгаюсь, окей? Хорошо. Че для кого такого, что? Ладно. Во, че я говорю, не пшикнусь. Все. Немножко румяшек. Так, румяна у меня самые, что ни на есть простые. Это буржуа. Цвет 95. Обычные. Можно я тоже? Я вообще на косметике не заморачиваюсь. Чего? Чего ты тоже румяна? Не надо. Не надо тебе пока рано румяна. Я на косметике не заморачиваюсь. Не вижу смысла. У меня нет гор косметики. Они мне не нужны. Я все равно не пользуюсь. У меня когда-то были горы косметики, я все выбросила. Ничего не пользуюсь. Минимум. Все. Готово. Погнали. Принцесса. Принцесса. Давай. Только сначала рапшик. Рапшик и сидит. Нормально? Ага. Давай. Раз, два, три. Держи. И тебе вкусно? Очень. Очень. Одела Машка новый комбинезон. Такой он прикольный. Ну, конечно, великоват немножко. Чуть-чуть прям совсем. Не смотрите на штаны, потому что я их подвернула. Так что он ей еще велик и велик прилично. Ну-ка покрутись. Мы посмотрим. Клевый. Классно. Все, в нем и поедешь, а то там ветер. Ладно? Куда мы так разоделись? На улице плюс пять. Это вообще что-то. Я вчера читала синоптиков. Вроде как говорят, что в этом году весна началась у нас в феврале. Ну, я, конечно, очень на это надеюсь, потому что все, уже, честно говоря, надоело. Надоела зима. Она мне надоела, как только она наступила. Вот. Ну, теперь уже все. Короче, сегодня плюс пять. Будет плюс шесть. Завтра плюс шесть. Это вообще, это что-то. О, ощущается как три, потому что, ну, ветер у нас сегодня. Ладно. Я на себя напялила баллоневые штаны. Я думала, сейчас нам все равно там нужно будет идти до музея достаточно далеко. Думаю, блин, замерзну. Вышла на улицу. Да не то, что не замерзну. Даже близко не стоит это. Ладно. Короче, едем. Приехали мы с Машей на ВДНК. Специально смотрела на сайте парки-музей-усадьбы, на Олимпиаде на этой, чтобы музей работал в понедельник. Там ничего не указано по поводу понедельника. Блин. Короче, приехали, у музея сегодня выходной. Бесит. Ну, ладно. Так как мы все равно на ВДНК с Машкой погуляем хотя бы на детской площадке возле Буранов. Такая детская площадка странная, немножко космическая. Ну, и она, кстати, не очень удобная для детей. Для меня она неудобная, потому что для детей это слишком маленькая. Для других, как оказалось, тоже не очень удобная, потому что девочка, если помнишь, стояла внутри и кричала «Помогите». Да. «Помогите здесь высоко». Вот. Может попробовать залезть на другую? Ооооо. Оооо, какая детская площадка. Космическая, рядом с Бураном. Так, интересно, где у меня Маша? Она у меня на самый верх полезла или куда-то в середине? Не пойму я что-то. О, муста есть! Алина, там пришелец есть! Ау! Чего? Пришелец есть! Ау! Я с другой... А, сейчас я подойду. Маш! Да я с другой стороны, ты не ходи вокруг, посмотри. Машка, кажется, поехала. Там идем по Баба-Лилям. По Баба-Лилям, вода! Опа, привет! Ну как, прикольно? Я все-таки решала не на ту искать, а повыше. Понятно. Попробуй тернату. Только здесь залезай. Но на эту залезаешь и в переход, видишь? Просто... Бабушка! Не бойся! Там же сетка, куда ты денешься? Да. Ну вот. Сейчас, погоди. А, ну ступеньки. Ну вот, видишь, тем более. Блин, страшная горка какая. Давай, давай, залезай, чего ты? Да, еще пуляю. Давай. Так. Хватайся за все. Давай. Иди, иди, чего ты, иди. Блин, страшная горка. Космический корабль. Ну что, рискнет на переход, интересно, или нет? Или выше полезен? А вот она. Это для тебя. Давай. О, рискнула таки. Не бойся. Луна-охот. О, надо. Первый в мире дистанционно управляемый планетоход. Скорее, собаку или планетянина. Ага. Я росла, собаку или планетянина. Довольная такая. Как вам ветерок на улице? Я решила не одевать шапку. Но я была в капюшоне. Да. Если бы у меня не было капюшона. О, вот это да. Короче, мы решили не расстраиваться. Мы решили поехать домой сейчас. Покушать, пообедать спокойно. И попробовать в другой музей съездить. Только на этот раз, конечно, я проштудирую все. Я даже, наверное, позвоню на всякий случай туда, чтобы второй раз такого у нас не произошло. Я все-таки сегодня постирала Машин пуховик. Может быть, он перестанет так лезть. Но, правда, это не пуховик, слава богу, в этом случае. Потому что он не свалялся, ничего. Все отлично, все нормально. Нигде ничего комками не пролазит. Надеюсь, он перестанет лезть. Я так его вроде рукой-то пошелудила, но вроде не лезет уже. Ну что, будем надеяться. Так, пускай он теперь подсохнет. Растелила его, пускай полежит. А то как-то обидно, честное слово. Такой пуховичок хороший, курточка. И лезет. Перед домом с Машкой заехали в магазин. Купили виноград. Киш-миш. Я, честно говоря, не знаю, чей он. Буду надеяться, что все-таки он более-менее хороший. Так, сейчас хочу его помыть, потому что Маша у меня давно уже мечтает о виноградике. Говорит, мама, давай купим, давай купим, только без косточек. Я говорю, ну давай. Вот, и я, честно говоря, тоже уже хочу. Сейчас мы его помоем. Ой, такой аппетитный. Киш-миш. Киш-миш что-то с каждым годом становится все крупнее и крупнее. Зеленоватый, как я люблю. Я не люблю совсем, знаете, такой, который уже прям поспел-поспел и уже даже чуть-чуть переспел. Нет, я люблю недозревшие бананы, я люблю недозревший киш-миш. Вот, как-то так. Так что сейчас помоем и нахомячимся. У нас авария. У нас когда-то уже была такая авария, у нас разбился шар. Вот, я сейчас Машульку попросила собрать с елки игрушки, ну, минус один шарик. Но это еще хорошо, что он был недостаточно красивый. Ну, не знаю, на вкус и цвет, конечно. Вот такой, по-моему, разбился, да? Да, вот такой вот разбился. Нет, красивый шарик. Ну, ладно, теперь один у нас. Вот, теперь надо все дело замести, а то кто-нибудь влезет на скану. Молодец, ребенок. Раз, раз. И буквально за 10 минут. Просто сверни, как получится, и все, ладно? Может, тогда я скомкаю? Нет, комкать не надо, просто аккуратненько вот так вот сверни. Супер! Умница! Смотрите, у нас все-таки получился этот опыт. Эти леденцы сахарные. Но правда только после заморозки. Сейчас пойду Машульке покажу, она обрадуется. Маша! Смотри! Они сделали это? Да, они заморозились. Первый опыт прошел удачно! Точно! Кто-то намазался, накрасился опять моими тенями. Покажись мне, красотка! Ну вот, можно, попробуй. Как ты думаешь, когда мне попробовать, цветочек или сердечко? Да я даже не знаю. Давай цветочек. Давай. Ну-ка, попробуй. Осторожно, она тает. Я знаю. Это просто... Сахар. Сахар, конечно. Конечно, это просто сахар. Много не ешь, поэтому, ладно? Одной, я думаю, достаточно. Не-не-не, я не могу. Это сахар Машуль, это вредно. Одну попробовать можно, но... И все, ладно? Прикольные? Руки только теперь мыть надо. А что их мыть, мам? Правда, что их мыть-то, когда можно облезать просто, да? Угу. Великолепно. Круто? Угу. Больше не кушай только, это просто чистый сахар. Угу. Просто окрашенный сахар в фигурке. Да. Да. Можно сказать, это просто красный сахарный цветочек. Точно. А теперь после съеденного сахара ступай и выпей стакан воды. Ладно? Или виноградик? Нет, виноградика мало. Стаканчик воды, ладно? Это как? Чтобы промыть все это дело. Это такая вкусная вещь. Вкусная, да. Только несъедобная. Почему несъедобная? Я же это делала. Потому что вредно это. Это чистый сахар. Это все-таки опыт? Ну, конечно, это чистый сахар. А даже опыт, во-вторых, сахар. Да. Ну, а это опыт, который можно есть. Это обычная вода питьевая? Да. Ты руки помыла? Да. Пьюш. Пей. Я сейчас собираюсь готовить борщ. Достала морковку замороженную, только ее здесь совсем мало. Так что сейчас еще немножко подрежу. Пойдемте. Давай, отмывайся. Вот. Так что здесь у меня еще свекла. Сейчас я ее тоже потру и хочу заморозить. Ну, часть использую для борща, наверное, вот эту вот такую небольшую. А вот эту потру и заморожу в тертом виде. Вот. И капуста. Сейчас надо будет найти капусту. Она где-то была в холодильнике. Я с собой горжусь. Я снова опять вся лохматая. Короче, я поставила сейчас валить борщ. Я заготовила овощи на будущее, чтобы потом не заниматься вот этим. Вот. У меня сейчас, да, может быть, кого-то это шокирует. Но я чищу овощи все в раковину. Потом из раковины все это дело я достаю в пакет и в мусорное ведро. Вот. Короче говоря, начистила сейчас свеклы. У нас кончилась морковь в морозилке. Начистила моркови. У нас теперь там такие два ровненьких пласта лежат в морозилке. Морковь много. Там на всякие блюда, на все-все-все уже тертая. Тертая свекла тоже на всякое такое, на что она может пригодиться. Чтобы потом просто не заниматься грязной работой. Снова какой-то эксперимент у нас. Только пенка, я не понимаю, это хорошо или плохо. А что ты делаешь? Ну, пойдем посмотрим, что ты делаешь, пока у меня супчик тут готовится. Пошли глянем. Это второй картинке пока нашла. Так. Сейчас тщательно перемешиваю. Глестящие мелкие. Вот именно такую нужно краску, да? Нет, не именно такую. Все-таки по выбору. Нет, я имею в виду именно баночки, да? Да, именно такие, не пищевые. Мы же мелкие не будем есть. Ну, я не знаю. Нет. Ну, и все, нормально. Так, вот это вот, в принципе, можно, в принципе, вычитать. Да, что это? А это, я думаю, важно. А что там такое-то? Возьми пустой стакан и насыпь в него 4-5 ложек мелового порошка. Ну, например, важная вещь, чтобы мелки были твердыми и не крошились. Смесь мелового порошка и воды должна быть однородной, без комков. Поэтому тщательно перемешивай ее. Вот, меловой порошок. Да. Так что все-таки почитай, то, что там написано будет. Чего, запомни ей внимание. Да. Начинает затвердевать сразу после смешивания его с водой. Через 5-7 минут он застывает полностью, поэтому быстро перемешивай ингредиенты. То есть с ним не рассусоливаться. Так, пустой стакан у тебя есть? Пустой стакан, вот он. 4-5 ложек мелового порошка, да? Ложек. Это что ли? Наверное, да. Верное, наверное, давай эту. Хорошо. Юный химик просто. Кому у меня будут пятерки, наверное, по химии? Возможно. Так, нет, этот стакан надо на бумагу. Сейчас меловой порошок вперед. Раз. Вот, раз ложка. Я 5 ложек сделала, чтобы прям... Хочешь, двигайся сюда. Давай, сейчас мне нужны ложки здесь сделать. Два. Иди сюда. Иду сюда. Три. Четыре. Там написано 4-5. Либо 4-5. Я думаю, что ты можешь 5. Давай 5 все-таки. Давай. Для полной уверенности. Так, отлично. Закрывай пакетик сразу, чтобы он у тебя не рассыпался. Ну что? Ага, загустело, да? Да, немножечко. Как сметанка стала. Теперь тогда нужно добавить... Блестки. Да, блестки. Нужно выбрать. А, все, хватит. Отлично. Я думаю, ну все, капец. Не получится, да? Да. Я думала, что взрыв сейчас будет. Да ладно, у тебя все получится. Это химия. Ты молодец. Сейчас мне бы этот пакет закрыть еще. Нормально. Мам, как закрыли, так закрыли. Ой, ну это уже... Угу, как густая сметана. Это уже не вода. Да. Отлично. Теперь блестки. Я бы выбрала... Сейчас... Я сейчас глиттер выберу. Я пакетики себе достану, так, чтобы они не рассыпались. Зеленый, но не очень подойдет здесь. Красный. Угу. Синий, конечно, необычно. А что мешает? Несколько добавить. Ничто не мешает. Я добавлю синий и золотой. Давай. А зеленый для других каких-нибудь мяуков. Давай. Зеленый здесь вообще никуда. Не беру. Теперь золотой. Все. Угу. Ну все, перемешиваем. Перемешиваем. Сейчас. Глитер золотой. Угу. Ну все, пошли. Ой. 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 Что происходит? Ой. Так, давай водички добавим немножко. Давай. Чтобы помягче было. Да, да, да. Это полная сметана. Ничего, ничего. Размешивай. Все будет нормально. Видишь, он застывает. Говорили об этом. Давай, давай. И пять минут не прошло вообще-то. Мне кажется, глитера мало. Мне тоже. Я столько всего наготовила. Так, здесь у нас супчик. Здесь у нас борщик. Открывать не буду, пускай стоит, остывает. Тут у нас... Ой. Сейчас не подцеплю. Тут у нас немножко макарошек. Мы уже на самом деле с Машей подъели это все дело. А здесь жарится филе бедра куриного. А-а-а-а. Надо закрыть. Вот, сейчас я сюда еще нарежу чесночок. И будет вообще вкусно-вкусно. Фу. Все. Сейчас выпускаю для вас влог. Сейчас он дообработается немножечко. И все. И пойду отдыхать. Наконец. Все, высох пуховик. Я его постирала. Теперь его можно будет отдать. Отдаем нашим знакомым. У них тоже растет девочка. Которая младше Машульки, по-моему, года на три. Все. Идеально просто. Сейчас ее застегну. И пусть носит с удовольствием. Хозяюшка сегодня все закончила. Стирка. Там сейчас еще одна на подходе. И села отдыхать. У меня... Да, вчера у нас были креветки. Сегодня у меня апельсин. И вот такая штука. Купила ее сегодня в магазине. Не сегодня, вчера точнее. Не молоко называется. Овсяное классическое light. Вместо молока. На самом деле я ничего такого не соблюдаю. Там ни продукты без лактозы, там гмо и прочее, прочее. Я просто увидела на полке и решила попробовать. Как это вообще? Ну, пить можно. На самом деле мне даже понравилось. Мне больше всего понравился вкус овсянки внутри. Вот. На молоко это, конечно, не похоже. Разве что только очень отдаленно. Вот. Но прикольно. Мне понравилось. Иногда можно брать и лакомиться. Оно, конечно, не сладкое, ничего как бы. То есть никаких добавок в нем, похоже, нету. Но прикольно. Так что, кто увидит, попробуйте. Возьмите. Ну, правда, на любителя. Маша у меня пить не смогла. Вообще вся скрючила и сказала. Все, у меня впереди 26-я, по-моему, или 27-я серия анатомии страсти. Так, надо вешалку подвинуть, а там не мешает. Субтитры сделал DimaTorzok